Всем привет! Сегодня 25 ноября, на улице 14 градусов, но сегодня солнышко, нормально. Вот после обеда решили вас дальше по пути знакомить с поселком. Сейчас мы на улице Победа. Вот туда вот мы ходили на Нарзан, то есть это вниз по улице Победы, это туда дорога на Нарзан. А сзади у меня больница, наша больница. Ну вот все просили рассказать про больницу. Ну что, у нас она двухэтажное старенькое здание. На первом этаже у нас поликлиника, на втором этаже стационар терапии. Ну что касается специалистов, в основном, конечно, да, все ездят в город. У нас здесь терапевт, педиатр, приезжает невролог. Потом, значит, у нас здесь физиокабинет на первом этаже, то есть делают процедуры, там прогревания, уколы, капельницы. У нас стоматология. Стоматологический кабинет у нас самый лучший врач. Вы не поверите, у нас такой стоматолог, это просто вот вообще ради нее только стоит жить в Нефтегорске. Мы, переехав с севера, реально вылечили все зубы здесь. И самое главное, я, например, вообще лечу бесплатно, просто по страховому полису. И мне делают пломбы, которые, вот мы, кстати, проходим стоматологический кабинет наш. И он работает каждый день с 8 до 11. Не на никакой бешеной предварительной записи, то есть ты можешь прийти сегодня и уже получить все, что ты хочешь. Если хочешь, запишись на любое время, то есть это не как на севере, там месяцами тянулась запись. А здесь очень быстро. Пришел сегодня, записался на завтра. К нам даже приезжают люди в отпуск и лечат зубы. В общем, стоматология, это у нас вообще просто, у нас такой врач, это вообще у нее все солнышки, зайчики. Очень хороший врач. Что у нас еще? Так, анализы приезжают, чтобы не ездить в город. Вот, лаборатория здесь может брать анализы. Потом к нам приезжает флюорография. Очень часто такой, ну, машинка такая приезжает делать флюорографию. Вот мы это обошли сзади, а сейчас мы вот подходим к входу. На втором этаже стационар терапии. Много лежат, ничего, лежат. Бабыки не все ездят в город, ложатся в больницу. Ну, что еще про больницу? Скорая помощь? А, да, у нас еще здесь отделение скорой помощи, да, кстати. Так что у нас своя скорая помощь, которая очень быстро приезжает. То же, что хочу сказать про скорую помощь, всегда отличное настроение у девчонок. Вообще приезжают, прям ждут, пока там, не знаю, вот было, мы вызывали сенец с температурой. И, то есть, это такое отношение просто замечательное. В общем, мы негатива еще не видели. Ждут, прям вот сделали укол и ждут, пока спадет температура. Сидят и никуда не спешат, никуда не торопятся. Так что у нас вот никакого негатива абсолютно не было. Так что вот, конечно, не супер-пупер больница, так сказать, да. Но для поселка, я считаю, ничего, нормально. Вот, кстати, едет скорая помощь. В общем, по моему усмотрению, да, если сравнивать у нас с севером, вот такие там поселочки, да, то там какой-то фаб в заколоченной избе, там вообще непонятно что. Я считаю, здесь более-менее нормальная поликлиника. Конечно, всем бы хотелось больше, чтобы было больше специалистов. Ну, видите, 7 километров от города, конечно, никто не будет содержать тут больницу с кучей-кучей специалистов. Но я считаю, для первой помощи, как бы, нормально терапевт, педиатр, скорая помощь, физиокабинет, где делают и уколы, и прогревание. И даже, вроде бы, массаж даже делают у нас, да. По-моему, кто-то говорил, что есть массажист. Мы, как бы, особо не сталкивались с больницей, в основном только это медкомиссии, там, на школы, садики. Ну, вот, просили показать нашу больницу. Вот такая вот у нас больница, совместно с поликлиникой. Вот, поднимаемся мы вверх от больницы в направлении садика. Зачем мы едем к садику? Вячеслав, вы просили нас набрать плодов маклюры. Вот мы сейчас специально для вас, по пути, так сказать, наберем. Здесь у нас кладбище, кстати, на повороте. Здесь кладбище никого не пугают. Они везде, прямо в станицах, в поселках, расположены прямо в центре. И, как бы, никого они не пугают. Видите, домик. Этот домик недавно продавался. Граничит с кладбищем. И продался. Сейчас попробуем набрать, если их уже не собрали. Ну, вот, набрали мы маклюры. Самых таких хорошеньких холодиков. Пересыл стоит на почте, посылка до 2 килограммов, до 350 рублей. 315-350 рублей. Так что, вот, пишите. Хотели связаться со мной в ВКонтакте. Пишите, если что, мы вам пошлем. Здесь мы с улицы Школьной на улицу Советскую. То есть, это совсем недалеко. Там вышла церковь, которую мы вам показывали. И мы проехали дом престарелок. Там вот у нас здание дома престарелок. Вот это называется центр. Ну, вот, такой вот тротуар у нас тянется по всей вот этой нашей главной дороге, которая ведет в Абширонск. То есть, он по улице Школьной идет по... Если в направлении Абширонска идти, идет по правой стороне, вот он доходит там до церкви по правой стороне, а от церкви вниз по советской он идет по левой стороне. И тянется туда, вот далеко-далеко вниз, мимо клуба и до самой старшей школы. То есть, очень-очень далеко вот асфальтированный тротуар. Здесь вот у нас тоже, где эти все магазинчики в центре. Здесь у нас здание почты. Там бабульки ходят, платят и за свет, и за воду, и за газ. Здесь, кто не онлайн платит, не по компьютеру, платят здесь все в здании почты. Здесь вот магазин Ачакова, магазин Дукма. Мини-рыночек, на котором с утра все торгуют. Вы можете без проблем здесь продавать свои яйца, все, что у вас в огороде. Тут торгуют зеленью, молоком. То есть, вот сюда в центр выходят, стоят. Ну и также приезжают машины. Продают тут разные овощи, фрукты, все, что угодно. То есть, вот как бы с утра здесь стоят. Сейчас мы с обеда, здесь никого нет. Здесь у нас вот магазин от птицефабрики. Там вся-вся, всякая курятина, продукция. Полуфабрикаты из курятины и все мясо. Потом здесь у нас что? Аптека. Аптека. Там еще один у нас магазин Дукмак. Ну а вот по левой стороне это наш клуб. Клуб. Ничего, мы ходили сюда даже на концерты. Здесь куча мероприятий. Когда день поселка, там какие-то праздники. Вот здесь вот все это разворачивается. Здесь нас кормят этой кашей на 9 мая. И на день поселка приезжает... Это как называется, Андрей? Полевая. Полевая кухня, да. Здесь кашу раздают. Очень у нас Леша с Сеней. Дома каши не едят, на улице очень любят. Вот видите, у нас тут стела даже установлена. Как во всех южных городках. Но сейчас я смотрю и по северу тоже везде. Ну вот у нас в поселке тоже вот здесь установлена стела. Я люблю Нефтегорск. Мы, кстати, еще ни разу на ней не фотографировались, да? А, уже сколько уже? Давно, да, установлена стела? Вот наш клуб. Там, кстати, будет на втором этаже тоже эти кружки разные есть. Женщины там ходят, что-то там прочее, шитья, лоскутная техника. То есть как бы кружки для взрослых есть. У нас очень хороший певческий коллектив, да? Вообще очень классно поют. Вот они здесь репетируют в клубе. МФЦ. А, здесь же у нас в клубе, да, на первом этаже кабинет занимает МФЦ в поселке. То есть как бы вы можете все документы оформлять здесь, а не ездить в город. Там у нас еще магазинчик, живое пиво. Еще магазинчик. Ну, в общем, это вот называется центр. Здесь раньше был фонтан, но он уже давным-давно не работает. А это мы спускаемся. Это у нас парк, вот прям за клубом. А, вот это дом творчества, кстати. Дом пионеров. Дом пионеров, да. Дом пионеров. Он тоже у нас функционирует. Дети ходят. Здесь у нас проходят праздничные мероприятия. Здесь у нас сцена. И не одна, да? У нас вот же сцена и там еще внизу сцена. Ну, здесь поют, танцуют, музыка играет. Приезжает очень много всяких лалок торговых. Даже эти тоже приезжают. Батуты, да? Ну, да. Здесь вот это все устанавливает. Вот такая стена с брусчаточкой. Новенькая такая, замечательная. Вот такой вот у нас парк. Осень. Осень, осень, да. Все в листиках. Все деревья опали буквально. Недавно все опало. Так, конечно, сейчас бы была бы все зеленая травка. Вот так и в деревьях. Туалет. Это там у нас на территории. Вот Кузинский туалет. Это вот тут стоит нефтепромышленности. Такая, как называется? Ну, короче, качка. Нефтекачка. Вышка. Да. Вышка, да. Нефтекачка, нефтевышка. 24 января 23 года ЦИК народных комиссаров наградил орденом Трудового Красного Знамена коллектив рабочих и служащих майкопских нефтяных промыслов за сохранение производственных объектов от разрушения белогвардейскими бандами. Вот такая вот. А почему коллектив Сануэл? А? Коллектив Сануэл, да. Печатались. Столько лет стоит, да. Ну, а тут дети у нас виски зарываются. Вот они, посмотри, что творят. Виски зарываются. Телегирай! Вот вторая сцена. Здесь конечки, столы. Вот интересно, у нас в посёлке, когда какие-то праздники проходят, жители местные приходят со своей едой, со своими напитками и так вот семьями, кучками садятся за столы и прямо здесь вот кушают, отдыхают и в то же время тут вовсю поют все на сцене. Так что вот такие у нас есть интересные, да. Первый год нам казалось, это так интересно. Сейчас мы уже привыкли. В общем, свои такие традиции в посёлке. Да, там футбольное поле. Вот такой вот парк. А это у нас что за памятник? Нет. Я вот тоже не помню и по-моему на нём таблички нет. Сейчас посмотрим. Раз уж мы вам всё показываем, значит надо посмотреть. Что-то за камень, какой-то камень, таблички нет. Летом у нас очень замечательно здесь, даже до позднего вечера проходит вечером дискотека для молодёжи. Никаких комаров, никто не кусается. Уделяй себе. Да, вот кстати нам написали комментарий, что освещение только в центре. Не знаю, последние у нас уже два года, да, наша пролетарская вся вечером фонари работают, освещают. В огороде как днём у нас от фонарей. Потом по дороге, да, где магазин по улице Красной все фонари горят. Так что не знаю, мы не замечали, что... Мы знаем, что вот, наверное, года три назад как-то все ругались там, жаловались, что нет освещения. Ну вот мы особо, конечно, ночами не ходим за калитку, когда стемнеет, нам ходить некуда. Ну, Катя ходит, гуляет, и вот сколько бывало бы ходили вечером, всё у нас, по крайней мере, там на нашем пятисотом, как его называют, фонари работают, освещение есть. А центр тем более весь освещен, да. Вот такой вот клуб, видите, из-за того, что уклоны у наши, всё-таки мы в горах, вот такие здания, эндамент настолько отличается по фасаду от задней части. Там дальше вниз у нас спортивная школа, в которой у нас Лёша ходит заниматься на кружок туризма и скалолазания. Очень многие дети ходят на этот кружок. Также там футбол. Все всегда в школе приглашают на секцию футбольную. И, кстати, наша команда очень даже славится, говорят, даже лучше Абширонской. Хороший тренер. Дом пионеров, смотри. А, дом пионеров, на нём написано. Да, на нём написано дом пионеров. Интересно. Зашли в магазин Очакова. Цены немножко отличаются от города. Вот, например, если мы этот ёргут, ну, как вам нравится, ёргутовый продукт, в городе стоит 70 рублей, то здесь у нас 74-75. А может быть, это просто так навешано. Просто я за килограмм не знаю сколько. Вот у нас куча-куча печенья. Выбор всегда огромнейший. Всё привозят постоянно. Печенье, конфеты, кофе, шоколад. То есть всё есть в посёлке для жизни. Это мы только в один магазин не зашли. Хлеб привозят, всё привозят, всё-всё. Ну, про напитки вообще молчу. Вот так. Как бытовая химия, шампунь, стиральные порошки. Всё, что хочешь. Памперсы, да. Памперсы, да. То есть, как бы товары первой необходимости есть. Вот виноград. Почём здесь у нас виноград? 66, 90. Огурцы 45. Ну, да, не такой, конечно, как в городе. Тоже не кондиционно. Да, да, не такой, как в городе. Ну, помидоры ничего. 88 рублей. Корма 60 рублей. Свекла 12 рублей. Морковка 12-15 рублей. Ну, вот, всякая рыба. Сушёная, вяленая, к пиву. В основном к пиву. И эти всякие, как называются, скажи мне. Осьминоги, анчоусы. Осьминоги, анчоусы какая-то. Маленькая всякая рыбка. Морская паутинка. Янтарная рыбка. Рыба свежая. Мороженая же она. Но у нас же не это, не вяленая, не солёная. Минтай, горбуша, навага, хек, кальмар, пушка, хиле, скумбрия, хиле панга, сиуса, хиле тилапии, мойва, путасу, всякие солёности, турша, любимое местное брюно, сосиски, колбасы. В общем, ассортимент не уступает магнитам. Всё, чем хочешь. Да, сейчас. А какой клип? Клип один? Белый. Да? Куда, мама, да? Ехали? Нет. Ага. Почему мы сейчас стали часто посещать местные магазины? Потому что у нас бабушка Шушан, наша соседка, уехала в Армению к родственнику. Она не печёт хлеб. Мы ходим сейчас в магазин за хлебом, поэтому знакомим вас с посёлкой. Можно, да? Да. Ну вот, ещё капельку рассказали вам о нашем посёлке. Всё, всем пока, счастливо, до новых встреч.